Привет, друзья! В этом видеоролике будем разблокировать Redmi 9 с помощью программы Unlock Tool. Итак, запускаем программку. Для работы программы нужен интернет. Программа платная, но ценник довольно-таки приятный. Заходим на вкладку Mi, переводим телефон в режим Fastboot. Для этого зажимаем клавишу звук минус и включение. Когда телефон перезагрузился, отпускаете клавишу включения и продолжаете удерживать клавишу звук минус. Итак, переходим во вкладку Fastboot, Quick Info и видим строчку Bootloader Unlocked, No. Это означает, что загрузчик у нас заблокирован. Далее переходим во вкладку MediaTek. Кнопочка Generic слева-снизу и выбираем пункт Unlocked Bootloader. Зажимаем все три клавиши на телефоне, чтобы перейти в режим прошивки. Когда телефон выключится, отпускаем клавишу включения. Итак, программа определила наш компорт. Начался процесс разблокировки загрузчика. Отлично. Телефон перезагрузился, включился я, к сожалению, не заснял этот момент. Снова вводим телефон в режим Fastboot. Зажимаем звук минус и включение. Удерживаем лагер клавиши. Итак, видим зайца, который пытает робота. Выбираем режим прошивки Fastboot. Указываем путь к прошивке. Выбираем FlashAll.bat файлик. Подгрузится список файлов для прошивки. И нажимаем кнопку Flash. Процесс прошивки занимает около пяти минут. Кстати, программу можно купить на три месяца, на полгода или на год. Для работы программы не нужен dongle. Вы регистрируете логин и пароль. Кстати, можете использовать программу на другом компьютере. Между сменами компьютеров должно пройти минимум три часа. Это тоже один из больших плюсов. Вы можете работать удаленно. Разблокировать телефоны через Steam Viewer, к примеру. Список брендов вы видите на главном окне программы. Программа умеет разблокировать загрузчик на смартфонах с процессором Mediatek. Кстати, в MRT Dongle тоже была заявлена данная фича. Но, к сожалению, Redmi 9 MRT Dongle не разблокировал загрузчик. Так, наш телефон загрузился, прошился. Подключаем его к Wi-Fi. Как видите, телефон не заблокировался по Mi аккаунту повторно. Из всех недостатков могу отметить только то, что нельзя будет обновлять прошивку. И на телефонах с разблокированным загрузчиком не работает NFC. Но вы можете поставить какую-нибудь кастомную прошивку и установить патч через CWRP, чтобы заработал NFC. Это уже отдельная тема, достойно отдельного ролика. Выключаем автоматическое обновление прошивки. И проходим до конца первоначальную настройку. У нас MIUI 12 с Android 10. Вполне актуальная версия прошивки. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки под этим видео. Делитесь этим видео в социальных сетях. В дальнейшем нас ждет очень много новых роликов с этим продуктом. Всем спасибо за внимание. Всем удачных ремонтов. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»